Word, Excel, монитор и процессор. Большинство людей сразу поняли, о чем речь. Но и в век информационных технологий еще есть люди, незнакомые с этими терминами, например, пенсионеры. Увеличить количество интернет-пользователей среди них, а также обучить компьютерной грамотности, взялись сотрудники библиотеки Бригантина. Там уже на протяжении нескольких лет проводят подобные курсы. У вас у всех наверняка есть телефоны, да, и вы не представляете жизнь без телефона. Вот так же и компьютер. Он просто чудеса делает. Спокойно, а главное просто. Проходят занятия по компьютерной грамотности. Каждый раз с этих мастер-классов выходят новые активные пользователи интернета. Валентина Вахтурова пришла пока на первое занятие. Всю жизнь проработала инженером и не представляла, как компьютер облегчил бы тогда жизнь. Попытки освоить технику самостоятельно были, но все безуспешны. Сейчас же она настроена решительно. Мы должны сами этим воспользоваться инструментом и работать с ним. Тем более сейчас техника далеко ушла. Училась когда в институте, я программу составляла. А когда села за компьютер, я уже другой возраст, другое время, я уже не смогла работать на компьютер. Поэтому приходится все это обновлять. Идти в ногу со временем последнее время хотят больше людей, находящихся на пенсии, отмечает преподаватель Галина Гнездилова. И успех в обучении, конечно, будет, если самому учителю интересно, что он преподает. Я сама заинтересована в этом. Мне просто это интересно, поскольку я давно с компьютером, освоила компьютер давно. А сейчас я даю им элементарные знания. И они очень довольны. И когда делаешь человеку приятное, это всегда приятно. На мастер-классы Галины Гнездиловой ходят даже коллеги. Ведь никогда, говорят они, не бывает лишней информации. Даже если кажется, что все знаешь. Если ты хочешь чего-то познать, значит, ты еще не пожилой человек. Ты не старый, ты хочешь жить, ты стремишься к чему-то. И это просто замечательно. Компьютерные технологии стремительно развиваются. Сейчас в интернете можно найти все, что хочешь. Так и многие услуги переходят в сеть. Например, чтобы записаться к врачу, не нужно тратить время на дорогу. Необходимо лишь сделать пару несложных действий при помощи компьютера. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе. Ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.